Выучить язык по компьютерной игре, вычислить площадь кленового листа и увеличить урожай малины с помощью пчел. Сергей, как ты думаешь, посильная задача для школьников? Ну, ты знаешь, Оля, я думаю, что современным деткам все по силам. Совершенно верно. Все возможно. Такие необычные и очень даже перспективные исследования на областном конкурсе от школьников Центрального региона. Более 200 работ представили юные математики, физики, историки, обществоведы и программисты. Жюри оценивали не только значимость проекта, но и умение исследователей презентовать свои ноу-хау. Такой опыт пригодится им в будущих открытиях. Формулу научного потенциала вывела Карина Гуревич. Это установка, в которой налита вязкая жидкость и внутри есть немного воздуха. Если мы перевернем, то тогда мы увидим пузырь. Мы можем увидеть то, что у него не обычная, как в простой воде, капелька, а она вот немножко приплюснута. И мы изучали как раз вот форму и движение, почему так происходит. Арсения Синько и Андрея Пукача объединила тяга к неизведанному. Еще с начальной школы юные изобретатели исследовали окружающий мир. Теперь за первыми шагами в науку наблюдают не только учителя, но и жюри интеллектуального форума. Арсению и Андрею выпала честь представлять Минский государственный областной лицеи и презентовать свое ноу-хау. Внутри данной установки налита жидкое концентрированное мыло. В нем изначально содержалось 50% воды, однако для наших экспериментов нужны были и более низкие вязкости. Для этого мы заливали сюда еще больше воды. Сегодня лицеи – это больше 300 одаренных молодых людей. Большинство старшеклассников – выпускники школ Минской области. Для них это учреждение образования, в первую очередь – место для реализации творческих амбиций. Здесь фактически у каждого лицеиста есть возможность попробовать себя в одном из серьезных проектов. Среди них и областной конкурс исследований, который в очередной раз объединил талантливых и амбициозных школьников со всего центрального региона. Свой проект презентовал и Михаил Артеменя, начинающий физик, готов открыть миру необычные свойства – резины и мыла. Мы брали резиновую горку, с которой мы спускали мыло. И оказалось, что при разной высоте горки мыло все равно движется равномерно, хотя должно практически падать, потому что резина является очень уникальным веществом. Школьники представляли свои наработки и опыты, изучали звезды и планеты, погружались в многогранную историю Беларуси и раскрывали возможности нейросети. С каждым годом научные исследования вдохновляют все больше молодых талантов. В этот раз со всей Минской области на конкурс было подано 600 заявок. 200 лучших работ вышли в финал областного этапа. Школьники презентуют свои проекты в 17 секциях. Среди них физика, астрономия, математика, информатика. Помогают раскрывать таланты опытные педагоги. Рассказывают, как не только обработать научный бриллиант, но и презентовать его жюри. Работа есть интересная, и они сами говорят, что дальнейшие исследования, чтобы у них не пропал интерес, и эти исследования были и продолжали они. И думаю, есть работы, которые, я думаю, что в перспективе часть людей поступит к нам, в университет, на физический факультет, радиофизический факультет. Мы начинаем работать с учащимися, начиная с пятого класса. И у нас есть отдельные секции по гуманитарным и, естественно, научным дисциплинам, которые объединяют самые первые, может быть, несмелые шаги наших учащихся пятых-седьмых классов. И дальше мы выстраиваем линейку поддержки этих учащихся. Презентации завершились. Самые изобретательные школьники отправятся на республиканский этап конкурса. Авторы лучших проектов смогут рассчитывать на поддержку профессионалов. Карина Гуревич и Виталий Селявка. Новости. Центральный регион.